Привет, это Навальный. У меня сегодня ролик об устройстве нашей страны на примере одной очень раздражающей детали. Это такая частность, но идеально иллюстрирующая отношение наших чиновников к народу. В общем, и так все понятно, мы все уже видели. Кортежи, ради которых на несколько часов могут перекрыть целый город. Людей, которых с улицы загоняют в помещение, когда мимо едет Путин. Вы здесь стоять запрещено, что ли? Нет, не запрещено. Пассажиров, которых несколько часов могут продержать в самолете с открытыми дверями и закрытыми иллюминаторами, чтобы они не видели, как приземляется первый борт. Ну или чтобы пассажир первого борта случайно не увидел их. Можно много чего еще вспомнить. ФСОшников, переодетых в попов, рыбаков и рабочих. Шестиметровые заборы знаменитые, зашифрованные фамилии в Росреестре. Но сегодня у меня для вас кое-что новенькое. Многие из вас, конечно, помнят, что недавно мы купили новый классный квадрокоптер. И как только он к нам приехал, мы сразу взялись с ним разбираться, учиться им управлять. Ну и наконец дело дошло до пробного полета. Мы решили не отправлять его сразу в загранкомандировку или какое-то суперсложное задание, а протестировать его над каким-то старым объектом, который мы уже до этого снимали, но только на фото. И выбор пал на дворец, извините, я не могу назвать это дачей, первого вице-премьера Игоря Ивановича Шувалова. Мы думали, поснимаем чуть-чуть, сделаем видео, специальную распаковку и демонстрацию полета. Но планы поменялись, потому что во время съемки мы обнаружили кое-что очень странное. Вот давайте я прямо сейчас на вас протестирую, увидите ли вы что-то необычное на этой записи. Вот мы совсем близко облетаем дом. Ну как дом, дворец с многочисленными постройками, крыльями, куполом, гигантской территорией и даже собственным лесом. Это все находится в поселке Заречье, рядом с Осколково. Там, рядом с кольцевой дорогой, вот такой вот небольшой лесок, за которым вся эта красота и скрывается. Как видите, более чем грандиозно. Территория бывшей советской госдачи, где жили члены политбюро СССР. 7,5 гектаров. Впрочем, условия у них были гораздо более скромные, чем сейчас у Шувалова. Новое главное жилое здание, площадью более 4 тысяч квадратных метров, построил скромный госслужащий Шувалов. Работающий вице-премьером страны, где 20 миллионов человек живет за чертой бедности. Там внутри залы, лифты, специальное помещение для ухода за собачками породы корги. Ну а сколько стоит вся эта усадьба, даже страшно предположить. Мы думаем, что как минимум 8-10 миллиардов рублей. А теперь стоп-кадр. И как в игре «Что, где, когда»? Вопрос от Алексея Н. из Москвы. Какой уникальный архитектурный элемент или архитектурное решение изображено на этом снимке? Время пошло. Не слушай. Смотрите, русские торговали, русские за швенами. А кто-то исчезает, что-то... Котельная труба. Что, что не так? Минута прошла. Итак, ответ? Понимали же, как и все. Кроме машин, которых нет, все, как должно быть. А теперь, внимание, правильный ответ. В жилых домах, которые вы видите на заднем плане, а именно в элитном жилом комплексе Сколково парк, нет окон. Я знаю, вы, наверное, думаете, что я сошел с ума. Но как можно построить здоровенный жилой дом и замуровать сплошняком целую стену? Тем более, что это южная сторона. То есть в нашем северном климате. Это самое главное окно для каждой квартиры. Но нет, я не сошел с ума. Мы специально сняли эти дома поближе, чтобы вы все увидели собственными глазами. Еще раз смотрим видео. Вот мы на подлете к жилому комплексу. Квартиры, находящиеся с юго-восточного торца, отделены от вида на дачу Шувалова специальными бетонными заслонами. Эти заслоны выступают на метр-два и буквально как ширма загораживают обзор, чтобы житель квартиры не мог высунуться из окна и посмотреть направо. Смотреть можно только налево, знаете свое место. Сзади еще один корпус, главный в этом жилом комплексе. И в нем буквально нет окон на южную сторону. Нет окон, понимаете? Целая секция, четверть или треть здания, построены без единого окна. Если вы думаете, что жителям соседних домов повезло больше, то ошибаетесь. Прямо перед ними стоит еще одно здание странной формы и одна из его главных задач – закрывать жильцам обзор. Для чего это все? Зачем? Разворачиваемся и понимаем, чтобы из окон не открывался вот этот чудесный вид. На частное поместье государственного служащего, вице-премьера правительства Игоря Ивановича Шувалова. Мы когда увидели, не могли найти этому объяснение и в качестве шутки предположили, что дом сделан без окон, потому что Шувалову не хочется, чтобы на нее смотрели, как он гуляет с собачкой во дворе. Ну, сами посмеялись над этой версией. Ну, конечно, такой ведь быть не может. Но выяснилось, что это чистая правда. Вот статья-презентация этого проекта с архитектурного сайта. На стройку накладывалось много ограничений. В том числе на юг нельзя было делать окна по соображениям безопасности. Далее в статье уточняется, чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны. Часть квартир в корпусе 1 запроектирована односторонними, а корпус 6 сориентирован торцом на юго-восток. Ну и прекрасная цитата от архитектора и автора всего этого проекта. Мы выкручивались как могли. Для проектирования этого комплекса наняли несколько архитектурных бюро, в том числе иностранные, потратили кучу денег. Десятки человек что-то думали и выкручивались. Как бы обмануть физику, геометрию, изобрести здание такой формы, чтобы было видно только три стороны света. Не придумали и решили одну сторону просто замуровать. Шикарно. И это не хрущевки какие-то. Это элитный жилой комплекс с квартирами по 50-70 миллионов рублей, собственными парками, садами, зонами отдыха, с ПА-комплексами и так далее. И даже тем, безусловно, очень обеспеченным и состоятельным людям, которые там живут, не позволено хотя бы одним глазком взглянуть на настоящую роскошь. Роскошь чиновника Шувалова. Получается, государство от нашего с вами имени официально поставило такие вот инженерные и архитектурные ограничения перед строителями в этой местности. Строить можно только так, чтобы никто не заглянул во двор одной высокопоставленной семье. Если вы сами живете в крупном городе, то отлично знаете, как у нас устроены отношения строителей и чиновников. И детские площадки застраивают. И стадионы, и парки. Взять и влепить новую башню посреди двора, закрыв солнце всем квартирам вокруг. Но это просто за милое дело. Вон в Москве и Питере каждый божий день идет митинг против незаконной уплотнительной застройки, и люди кидаются под бульдозеры. А чиновникам на это плевать. Но вот для Шувалова даже и элитный дом готовы построить без окон. Идеальный пример того, как путинские чиновники считают свой народ просто холопами. Ну ведь по сути это кто? Клерк, живущий за наши налоги. Но сначала с ним нельзя ездить по одним дорогам. Потом с ним нельзя жить на одном этаже и ездить в одном лифте. Это я про высотку, в которой Шувалов скупил 10 квартир и объединил их в одну гигантскую. Даже собаки Шувалова не могут летать в обычных самолетах, а передвигаются по миру на прайват-джете. А теперь? Теперь на Шувалова буквально нельзя смотреть. Что будет дальше? Архитекторам и строителям его дворцов будут выкалывать глаза? Может быть и в других странах так же. Давайте взглянем на государство побогаче, чем Россия. С видом на дом английской королевы жить можно. Вот квартиры, из окон которых прекрасно видно Букингемский дворец. На дом, где живет американский президент, можно посмотреть просто из гостиницы, из ресторана на крыше, вообще кому угодно. И даже владение самого Шувалова, но не в России, тоже смотрю не хочу. Его замок в Австрии прекрасно видно с озера. Окна его лондонской квартиры вообще на куче туристических открыток. Если ты живешь в Европе, никаких проблем. Если ты живешь в России, то извини. Тут Шувалов, барин и господин, и он буквально развернет твой дом и замурует окна, потому что не положено смотреть, нельзя увидеть. Ослепните от богатства и величия. Вы сами видите, знаете и чувствуете. Эти отвратительные путинские чиновники считают нас холопами, рабами, букашками. Но кое-что им сейчас все-таки от нас очень нужно. Чтобы букашки пришли на перевыборы Путина, расписались за получение бюллетеня и признали эту махинацию настоящими выборами. Тот, кто 18 марта пойдет на участок и неважно за кого он поставит галочку, по факту сам себя признает бесправным холопом, поддерживающим право барина на обман, воровство и беззаконие. Не делайте этого. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Продолжение следует... Десять.